Доброе пятничное утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свои работы в эфире. В студии Татьяна Динера и Кирилл Политов. Здравствуйте! Сегодня в Барнауле пройдет общегородской субботник. Предположительно, в нем примут участие около 50 тысяч человек. Это чуть меньше, чем десятая часть населения. На уборке мусора все будут равны. Граблями и метлами вооружатся политики, общественники, рабочие предприятия, коммунальщики и просто активные граждане. Субботник начнется в час дня при любой погоде. Напомним, что неделю назад общегородскую уборку отменили именно из-за дождя. Приводить в порядок будут все, в том числе знаменитую надпись «Барнаул на въезде в город». Сегодня буквы покрасят. Кстати, общая площадь каждой из них 750 квадратных метров. Так что расход эмали будет почти 100 литров. В этом году ее приобрели на средства одной из коммерческих компаний. Также администрация «Барнаула» призывает всех участников «Субботника» присоединиться к необычной акции. Сделать коллективное селфи на уборке и отправить на почту мэрии. Лучшие снимки разместят на официальном сайте Краевой столицы. «Субботника» не хватит, чтобы привести в порядок квартиру в аварийном доме, где проживает одна из многодетных семей Рубцовска. Там рухнул потолок и теперь жилплощадь стала опасной для жизни. Подробности у Анастасии Юриной. Это просто чудо, что потолок решил обвалиться тогда, когда обитатели закончили ужинать и вышли из кухни в соседнюю комнату. К тому же смягчить обвал штукатурки изрядно помогли потолочные панели. Именно они первыми приняли весь удар на себя. Раздался страшный треск. Я забегаю на кухню. Все, весь потолок обис, все висит. В идеале помочь многодетной семье Самохиных восстановить потолок должна управляющая компания. Однако жители дома на общем собрании еще в прошлом году решили отказаться от ее услуг. Приехавшая комиссия из администрации, оценив обстановку, смогла предложить пострадавшим только комнату в общежитии. Но что делать в крохотном помещении с тремя детьми, сложно представить. В итоге Самохины подписали отказ от переезда. Попытались пригласить рабочих, однако те оценили ремонт в баснословную сумму – 200 тысяч рублей. Дело в том еще, что я мама-одиночка. У меня трое детей, и зарплата моя всего 8 тысяч рублей в месяц. Поэтому, естественно, буду просить как-то от знакомых, друзей, чтобы помогли. А иначе я выхода не вижу вообще. 30-й дом по улице Спортивной был официально признан аварийным в 2014 году. И по-хорошему, переселение жильцов отсюда в новый дом должно состояться в 2017-м. Фундамент уже давно на метр ушел под землю, полы провалились, крыша течет, а печное отопление периодически приводит к возгораниям. И каждый раз гадать на кофейной гуще, что подведет на этот раз, собственники в большинстве своего многодетные и пенсионеры, если честно, просто устали. Анастасия Юрина, Геннадий Лобзин. Наши новости. Великая Отечественная глазами детей – это еще страшнее, чем глазами взрослых. Причем речь не о сегодняшних детях, а о тех, кто вместе с родителями попал в концлагеря. Вышла в свет уникальная книга, где впервые собраны детские дневники военных лет. В нашем крае она издана тиражом во всего 30 экземпляров. Сборник детских дневников вошел в экспозицию выставки к 70-летию Победы, которая открылась в Краевой библиотеке имени Шишкова. Здесь и мемуары, и публицистика, стихи, и песни, и военно-историческая литература. Всего около 600 книг. Дневники презентовали журналисты газеты «Аргументы и факты на Алтае». Ограниченный тираж можно объяснить содержанием. По словам первых читателей, даже несколько страниц страшных воспоминаний удается осилить с трудом. Дети войны рассказывают о буднях, проведенных в фашистской оккупации, в гетто и в концлагерях. Эти записи собраны со всей страны и опубликованы они без единой правки. В ближайшее время детские дневники переведут на английский язык. Рубик так странно смотрит, машет ручкой, их оттолкнули. Я их больше не увижу. Дети совсем по-другому видят войну. У взрослых черное и белое, а дети, живя во время войны, понимая, что происходит, они параллельно с этим пытались найти что-то мирное. Не обойдут стороной темы юбилея Победы и библиотеки. Сегодня по всей стране пройдет традиционная акция «Библионочь». В Алтайском крае в ней примут участие рекордное число читальных залов 229. Это в три раза больше, чем в прошлом году. В вечернее время библиотекари будут не столько знакомить посетителей с книжным ассортиментом, сколько развлекать и давать новые знания в рамках мастер-классов, викторин, конкурсов. Желающие смогут больше узнать о русских народных традициях, научиться плести косы, создавать куколок и так далее. «Библионочь» начнется в разных библиотеках в разное время. К примеру, в Шишковке в 17.30 откроется бюро путешествий в лабиринте времени. Здесь можно будет окунуться в определенную эпоху. Одна из них – СССР. А эти люди не только умеют погружаться в другую эпоху, но и примерять на себя чужую жизнь. У студентов-театралов есть шанс стать настоящими актерами. 4 мая в Барнауле начнется третий фестиваль курсовых и дипломных работ «Шаг». Почему это событие считают важным наши театры, объяснит Елена Кузовкина. Сегодня в театре музыкальной комедии обычный рабочий день. Все по расписанию, все согласно афише. Утром показывали детский спектакль «Маугли». В роли главного героя – Виталий Селюков, уже известный зрителям артист. В прошлом – участник фестиваля курсовых и дипломных работ «Шаг». Виталий был в составе студенческого коллектива Красноярского колледжа. Я думал, что буду работать в Красноярске, но после первых дней, проведенных в Барнауле, я понял, что, наверное, все-таки я останусь здесь. То есть до поездки сюда я об этом, конечно, не задумывался. Алтайская государственная академия культуры на правах хозяев будет открывать и закрывать фестиваль. Покажут танцевальный спектакль «Параллели». Театрализованное зрелище подготовила и мастерская Визигина. Кемеровский университет привезет в Барнаул одноактный современный балет. Ребята из Омска покажут мюзикл. Артисты Красноярского колледжа – музыкальную сказку. Директор нашего театра не скрывает, что на третий шаг рассчитывают особенно. Ведь в планах масштабная постановка. И для работы просто необходима свежая кровь. Сколько готовы взять? Ну, минимум трех человек. Фестиваль курсовых и дипломных работ стартует 4 мая. Среди почетных гостей ожидается приезд народного артиста России Евгения Князева, известного многим по яркой кинороле Вольфа Мессинга. Завершится третий шаг 6-го числа. И, вероятно, тогда мы сможем узнать имена будущих артистов барнаульских театров. Сделав первый робкий студенческий шаг, они уверенно ступят на профессиональную сцену. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. Наши новости. Париж, Канны, Орлеан. Знаете ли вы, что это название не только французских городов, но и деревень в Алтайском крае? О тамошней жизни на Алтае снят документальный фильм. Его авторы и режиссер Дмитрий Шарабарин – лауреат российских и международных фестивалей. Презентация киноленты состоится сегодня в Барнауле в кинотеатре «Премьера». В 18 часов вход свободный. Футболисты из Китая приедут сегодня в Барнаул. 25 апреля на стадионе школы Алексея Смертина состоится международный юношеский турнир, посвященный 70-летию победы. Против подростков из Поднебесной сыграют 15-летние сверстники из Красноярска, Иркутска, Томска и Новосибирска. Матч с местной командой «Алтай-2000» состоится в понедельник, 27 апреля, в 3 часа дня. На Алтае назвали лучших директоров предприятий по итогам 2014 года. Лауреатами конкурса стали 32 руководителя. Об одном из них Александре Козликине, директора завода по переработке «Сои Бинака». Следующий материал. Александр Козликин получает эту престижную награду впервые, но по признанию победителя шел к званию долгих 10 лет. Он безмерно рад, что работа и его, и всего коллектива была так высоко оценена. Конечно, к этому нужно было прийти. Предприятие, я говорю, что в этот период 10 лет развивалось. Оно стало научно-производственным предприятием. Сегодня рынки сбыта продукции, которые выпускаются на предприятия, расширились. Мы работаем практически по всей стране. Компания «Бинака» растет и развивается в ногу со временем. Деятельность предприятия направлена на сохранение и развитие кормовой базы страны, решение проблем недостатка белка как для животных, так и для человека. Лозунг фирмы – экология, качество, эффективность. Кирилл Политов, Маргарита Белова, Александр Антропов. Наши новости. На этом у нас все. Хорошего вам завершения рабочей недели. И до встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова